«Чёрный день для российских ВКС» — так некоторые эксперты высказались об атаке ВСУ на два важнейших российских самолёта А-50 и Ил-22М. Они, вероятно, координировали с воздуха очередной ракетный обстрел Украины. О двух сбитых самолётах заявил в том числе главком ВСУ Валерий Залужный. При этом украинские СМИ опубликовали радиоперехват пилота Ил-22М, который запрашивал экстренную посадку в Анапе. В качестве доказательства Залужный опубликовал анимацию радара с исчезновением самолётов в море Убердянска. А силы обороны юга Украины показали якобы последний полёт самолёта А-50. Его уничтожение также подтвердили некоторые пророссийские военные блогеры. При этом Ил-22М всё же дотянул до аэродрома, утверждают всё те же блогеры. Они опубликовали фото с хвостом самолёта, который буквально изрешетило взрывом. Если А-50 и Ил-22М действительно уничтожили или значительно повредили, речь может идти о крайне сложной и рискованной операции в ВСУ, уверены эксперты. Главная сложность состоит в том, чтобы именно достать эти самолёты ракетами, потому что они находились довольно далеко от фронта, естественно. И теоретически, конечно, такая техническая возможность есть, если использовать длиннобойные ракеты для системы Патриот. Но для этого систему Патриот надо было привести очень-очень близко к фронту, что большой риск само по себе. Мы видели уже как минимум две подобные похожие операции украинских военных, но это, наверное, самая такая рискованная, самая дерзкая, я бы сказал. Ну и в целом, наверное, по урону, который она нанесла, самая результативная. Оба самолёта являются самыми ценными, дорогими и фактически незаменимыми бортами российской армии. А-50 – летающий радар. Он предназначен для разведки, обнаружения воздушных и наземных целей. Таких у России всего от 9 до 11 штук. По оценкам экспертов, стоимость модернизированного А-50 может составлять полмиллиарда долларов. Ил-22М – воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками. Именно такой сбили вагнеровцы во время бунта Евгения Пригожина. Он менее редкий, чем А-50, но его стоимость также составляет сотни миллионов долларов. Потеря этих самолётов нанесёт серьёзный урон для возможностей российских ВКС, уверены эксперты. Но ещё более болезненна потеря экипажа, ведь речь идёт о редких специалистах. Потеря вот этого экипажа, специалистов, которые там находятся по всей вот этой радиолокационной разведке, она очень серьёзна. Их ниоткуда взять, их не готовят огромным количеством, потому что их столько не нужно. Таких самолётов мало у России и, соответственно, нет большого какого-то запаса. Это должны быть очень опытные люди, которые не первый день летают, нельзя просто взять курсантов, посадить, и они будут показывать те же результаты. Ну и, соответственно, это создаст серьёзные проблемы для российской авиации, которая и так имеет эти проблемы, но будет ещё сложнее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать атаку на самолёты и посоветовал обратиться в Минобороны. Почти год назад, в феврале 2023 года, на аэродроме в Беларуси мог быть повреждён ещё один российский А-50. Ответственность за эту атаку дронами взяло на себя белорусское оппозиционное движение силовиков «Байпол». В марте стало известно, что пострадавший самолёт перебросили для ремонта на авиационный завод в Таганроге.